Разведка Британии, Россия сняла с должности командующего ЧФ после уничтожения, Цезаря Куникова. Вероятно, Российская Федерация сняла с должности командующего Черноморского флота, ЧФ, адмирала Виктора Соколова после уничтожения десантного корабля, Цезарь Куников, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на разведку Британии, 15 февраля, как пишет разведка, российские провоенные комментаторы сообщили о том, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности. Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении, пишет разведка. В то же время Министерство обороны России пока официально не подтверждало информацию обе отставки. Вероятно, Соколова заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, который будет занимать должность исполняющего обязанности командующего ЧФ до завершения внутреннего расследования по потоплению «Цезаря Куникова» уничтожения российского БДК «Цезарь Куников». 14 февраля, в районе Алубки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов. Позже Генеральный штаб ФСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль «Кафиров» «Цезарь Куников». В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алубки. В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Магура В-5, а представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского ВДК «Цезарь Куников», который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись, что известно о корабле «Цезарь Куников», читайте в материале РБК Украина. Удар по Черноморскому штабу 22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Согласно данным сил специальных операций, в результате удара погибли 34 офицера, среди которых был командующий Черноморского флота РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Российское министерство обороны позже показало видео с, якобы, живым адмиралом, который участвовал в заседании коллегии, официально смерть Соколова так и не подтвердилась, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.